Доброе утро, ребята. Я по традиции зажигаю свечу. Мы по традиции не рожаем еще. Да, Зай? Говорю, что по традиции зажигаю свечу, а потом говорю, и по традиции мы еще не рожаем. Да. Мы же еще не рожаем, правда? Но уже пора. Уже можно. Да. Мы только что сдували. Мама, родите. Почти. Какой кошмар не звук. Забери, пожалуйста, кофе и чай, а я заберу свечку и камеру. Кофе не прийди. И чай тоже. Короче. А теперь сложи ремень. У Мики что-то сегодня болит очень живот. Она урчит. Кушать она не хочет. Тоскор уже получил за то, что кушал Микину еду, пока мы были в душе. Короче. Наши животные вредничают. Каждый по-своему. Я предлагаю еще печеньки. И что еще? Ну, все. Так. Сейчас мы позавтракаем и будем чистить картошку. Нарезать. Ну, я буду, короче, все это делать. Андрей почистит картошку, а я ее нарежу. Вот. И будем готовить борщ. Так что на обед у нас будет очень-очень вкусный борщ. Я уже... Мне кажется, он будет очень вкусный, да? Я уже в предвкушении. Так. Так что вот такие вот у нас делишечки. Сотриться пораньше. Поглотительница конфетка. Это не побритая. Угу. Не побритая ты, женщина. Забирай, помыла. Стоит. Забирай, ты как-то так неудобно размножил весь этот. Кого? Этот. Изначально, когда мы его ставили, он стоял как-то компактно. Но как-то после того, как его один раз использовал ты, и я сюда поставил ты, что-то больше не выглядит компактно. Нет, я вам так не подчал. Вот так. Чего провод чая неправильно? Ты когда втыкаешь... Вот зачем ты, кстати, втыкаешь чайник? Ты когда втыкаешь чайник, то он здесь только. Только все-то здесь. Вот это все втыкается сюда. Мне так неудобно, когда я как-то размармозил и все. Я не очень доволен. Вот это. Вот кофеечек туда. Давай, выкатай. Не надо. Ты холодный? Да. Расскажи, ребята, что ты на тарелке. Привет. Я проснулся, улыбнулся. Потянулся, оттянулся. Выгурел собаку-кота. Помыл тарелочки. Кормил не вовремя, теперь собака страдает. Выгурел собаку. Что еще? Сделал кофеек нам. Поставил чайник. Закипятил. Заметили, да? Я всегда переворачиваю воду. Это пымжик. Вот. Неправильно положил пымжик. Другой стороной. Что еще? А, и в дождь сходил. И пока еще даже я не поссорилась. Но утром очень плохо проснулась. Я думал, что все. Мне капец. Ну, повезло. Как ты тебя пронесла? Да. Ну, подожди, утро еще не закончилось. Ну, да. Еще не до конца. Ладно, будем кушать. Всем приятного аппетита. Прикиньте, какая я хорошая хозяйка, что я даже забыла, что для борща еще нужна капуста. Короче, капуста у нас нет, поэтому варим супчик. Ну, ничего себе, сделаем следующий порш. Да? Да, здесь у меня не случилось. Супчик, где возьми, вкусно. В этот раз я делаю его без зажарки, хорошо? Да, как скажешь. Чтобы он был более легким. Ну, не жирным просто. Нарезаю сейчас морковку. Морковку, кстати, морковку-то не чистить. Это и достаточно будет. Я забуду, что это устрашаем. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хозяйка, прихозяйка, суп, варю бяточки, отправила в духовочку. Сейчас закушаем ананасы, которые здесь остались, и я пойду краситься. Хочу приманить макияж, может мы куда-то еще не выйдем, но не факт, я не знаю. Убирай нюшку и давай закушаем ананасы. Давай. Так что, еда занимается на сайте вопросами. Вот так вот выглядит наш но. Новый сайт. Ладно, потом покажу. Так, ну что, и сказать, что деньги-деньки у нас не получится, потому что мы выставили все стикеры, потому что 150 штук. Поверьте, это нелегко, потому что нужно прописать каждое название, каждую фоточку, каждую целую выставить. Категория, короче, это нелегко. Так что, мы два с половиной часа на это потратили, возможно, короче. Потом, что еще? Мы сварили суп, мы приготовили пяточки, и сейчас едем в сельпошку. Думали в кино? Поехать. Ну блин, выкуплены все места в караване. Мы не едем в киношку, мы едем в сельпошку за хлебушком. А что еще? Еще больше, наверное, ничего такого известного нету. Еще не рожаем. Но хотелось бы. Но не рожаем. А, думали поехать к родителям Андрея в гости, и заодно подняться на восьмом этаж пешком. Но мама там не дома, она занята. Поэтому все. И это отпало. Короче, я же говорю, мы пытались чем-то сегодня развлечься. О господи, кот, не девай. Но у нас не получилось. Все, что у нас получилось, это собраться сейчас в магазин за хлебом. Господи, как же сложно обуваться. Обычно мне Андрей помогает. Фух, все. Ну и поехали. Так, ну что, съездили в сельпо, купили два багета французских. Это нам получилось по 19 гривен. 38 гривен, короче. Два багета. Так, мы взяли и все. Приехали домой. А я сейчас отправляюсь снимать курточку. Муж тоже вернулся домой. Не захотел все-таки ночевать на улице, хотя ему предлагала. Ладно, это шуточка. Веселая. Так, уже 9 часов, Зай, ты видел? Хорошо, мам. А я упую в дуб. Уже? Мыть голову. Потом делать масочку для лица. Я уже голубый. Наберу ванную себе. Класс. Да. Давай. А я включу тогда. Сейчас на максимум еще две бутылки. А, вряд ли. Чего? Ну, я спущу. Ну, я спущу весь максимум. И весь максимум спущу. И уже спускать, спускать и спускать. Давай. Короче. Управлюсь сейчас в ванную. И буду делать какую-то масочку. Сейчас подумаю какую. Так. Какую? Вот эту? Или вот эту? Ты хотела цветную в последнее время купить? В смысле цветную? Но ни одна не цветная. Желтая не цветная? Не. Белая, просто со вкусом. Запах манго. Ты просил пруфа, что ты постоянно жуешь конфеты. А ты мне сегодня говорила, что я не жую. Что-что? Говорила, что я сегодня не ем шоколадку. И подумал, надо съесть. В смысле, ты не ешь шоколадку? А, шоколадку. Мы их купили, а их нет. Ой, а ты уже голодный? Ну, такой. Хочешь уже поужинать? Я бы подождал, пока ты помоешься. Угу. И потом покушу. Смотри, есть просто вариант того, что я в духовке могу приготовить, пока я буду мыться. Картофель бараболи? Картошечку. Погнали. Да? Угу. Подойдет? Все. Супер. Сейчас еще картошку поставлю, а тогда отправлюсь в душик. Ну что, я очень классно помылась. Даже после меня осталась вода Андрея. Он тоже сходил в душик. И мы садимся уже ужинать, потому что уже готова картошечка. Беточки тоже очень хорошо зажарились сегодня. Мы прям их очень вкусно приготовили. Сейчас будем кушать. Поэтому всем приятного аппетита. Пока-то мой муж в трусах делает нам сырный попкорн с очень испуганным лицом, потому что он испугался, что я покажу его жопень или писюн. Поэтому не буду показывать, чтобы не травмировать мужа. Короче, мы сейчас будем кушать сырный попкорн, смотреть, скорее всего, видосик на ютубчике. А я пока смонтирую видео, сейчас быстро. И зарендерю его. И... Ну, я просто поставлю, чтобы оно сейчас сохранялось, а мы досмотрим как раз вот это видео и момент этого сохранения. И это... Ну, короче, убью... Нормальное время. Когда мы отправимся в кровати, я планирую сегодня дочитать книжку, потому что осталось у меня там всего лишь 40 чем-то страниц. Так что планирую дочитать и, может быть, начать новую читать. Так что вот такие вот планы. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи, пока!